Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Элины Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Состоялось пятое заседание Международного научного совета КФУ. Прошел форум молодежного цифрового предпринимательства Digital Start. В КФУ прошел конкурс студенческих научных работ в области искусства и художественного образования. 16 мая состоялось совещание по доработке концепции и ходе реализации проекта первых полилингвальных школ в Республике Татарстан, в котором принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. Встреча прошла под председательством Ментимера Шаймеева. Особое место отведено вопросу о кадрах. По итогам совещания концепция полилингвальных образовательных комплексов к Республике Татарстан была одобрена единогласно. А теперь к другим новостям. Вопросы по итогам реализации программы повышения конкурентоспособности Казанского университета обсудили на пятом заседании Международного научного совета КФУ. Подробности в следующем сюжете. 17 мая в зале попечительского совета состоялось пятое заседание Международного научного совета Казанского федерального университета. Открылось заседание приветственными словами ректора КФУ Ильшата Гафурова. В своем выступлении он рассказал о системе высшего образования в России, о его структурировании и на сегодняшний день не ознакомилась с деятельностью Казанского университета. Далее были обсуждены вопросы по итогам реализации программы повышения конкурентоспособности, отчет о которой предоставил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиулин. Во второй части заседания состоялась презентация стратегических академических единиц КФУ. Заседание продолжилось обсуждением перспектив развития приоритетных направлений Казанского университета, а также планов по дальнейшему функционированию Международного научного совета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 17 и 18 мая для всех желающих вход в музей Казанского федерального университета бесплатный. О том, какие еще мероприятия проходят в КФУ в рамках Дня музеев, смотри в следующем сюжете. В рамках Международного дня музея в Казанском федеральном университете проходит ряд мероприятий. В фойе главного здания КФУ состоялся концерт «Музыка под сводами». 17 мая гости увидели торжественное открытие шестого хорового фестиваля любительских хоров «Сотворение». Он посвящен 215-летию со дня основания Казанского университета. В этом году исполняется 40 лет музею истории. Музей истории несколько лет подряд является партнером этого фестиваля. Инициаторами стал хор выпускников Казанского университета «Гармония». В музей истории прошло первое отделение, а в императорском зале КФУ – второе отделение, где выступил хор из Нижнекамска, Санкт-Петербурга и Казани. Ежегодно собираются в Казань от 10 до 15 хоров. Они приезжают из разных регионов и городов и выступают на площадке Казанского университета. Удивила зрителей концертная программа «Жилище славных муз». В рамках Дня музеев прошла квест-экспедиция, где гости познакомились с особенностями научной экспедиции, которые совершали ученые Казанского университета более 100 лет назад. Увидели научные приборы, разгадывали кроссворды. Музей посетили дети, а также лицеисты КФУ. Все желающие побывали в музее-лаборатории Евгения Завойского на тематических экскурсиях в этнографическом музее КФУ. 17 и 18 мая вход в музей Казанского университета для всех посетителей бесплатный. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Школьники и студенты Татарстана прокачали свои навыки общения и лидерства на форуме цифрового предпринимательства «Диджитал Старт-2019». О том, как это было, наш следующий сюжет. 17 мая в IT-парке составился форум молодежного цифрового предпринимательства «Диджитал Старт», на котором школьники и студенты узнали от практиков, что на самом деле стоит за словосочетанием «Успешный предприниматель». Молодежный форум «Диджитал Старт» — это финал образовательной программы по технологическому предпринимательству, которую школьники и студенты начали проходить месяц назад. Лучшие выпускники представили свои высокотехнологичные проекты, созданные с нуля под руководством менторов бизнес-инкубатора IT-парка. Суммарно дошло до конца 20 команд, то есть 300 человек, в процессе еще и образовывались команды. Из этих 20 команд мы постарались максимально пригласить всех, то есть никого не отфильтровывать, сегодня практически все они здесь, 17, 18, плюс-минус. Сейчас еще ждем последних участников. Основная задача наша — запустить активность в сфере молодежного предпринимательства. От Казанского федерального университета в мероприятии принимают участие студент Института управления экономики и финансов КФУ Андрей Бипко, студент высшей школы ИТИС Роман Климов, а также лицеисты, учащиеся 10-го класса Данила Юдин, Гуен Зачонг и Александр Иванов, ученик 9-го класса Шамиль Кадамов и ученик 8-го класса Артур Лукьянов. Одной из главных практических проблем являются лесные пожары. Для того, чтобы ускорить нахождение возгораний, мы сделали проект бесплодный для мониторинга лесных пожаров. Он автоматически мониторит лес и находит возгорание, и отправляет данные в МЧС, чтобы оперативнее локализовать пожар. Мой проект — это S4Life, система для наблюдения за нарушениями. Когда какой-то человек совершает какое-то действие, которое запрещено в определенном здании, моя система фиксирует это, фотографирует человека, опознает, кто это, и вызывает ему штраф. Вы, наверное, знаете про Pomodoro. Это метод контроля времени, при котором вы 25 минут активно работаете, и затем 5 минут отдыхаете. Исследования показывают, что это повышает вашу продуктивность. Значит, мы разработали смарт-помодоро, когда вам больше не нужно автоматически выставлять таймер на 20... Ой, вручную выставлять таймер на 25 минут. Все происходит автоматически. Вы садитесь перед ноутбуком, включаете смарт-помодоро, он автоматически начинает отчет, если вы сидите перед компьютером, и останавливает отчет, если вы куда-то уходите. Соответственно, предупреждает, если вы долгое время сидите перед компьютером, и что вам нужно сделать перерыв для глаз, осанки. Победители получат ценные призы от организаторов и партнеров, все участники сертификата об участии в образовательной программе. Камиль Гемоздинов, Леонард Влитяров, Универньюз. О других новостях Казанского федерального университета вам расскажет наш корреспондент Артем Тупичкин. Для представителей государственных органов Москвы, участников стажировки в Республике Татарстан, проведена презентация Высшей школы государственного и Муниципального управления Казанского федерального университета. Представители КФУ рассказали гостям о программах подготовки специалистов, дополнительных образовательных элементах и проведении мероприятий в рамках Высшей школы. В Казанском федеральном университете прошло награждение школьников, участвовавших в конкурсе «Есть контакт». Он проводится детской общественной организацией «Дети Казани». В нем приняло участие 40 детей и подростков. Награды выдавались как юным блогерам, так и школьным пресс-центрам, созданным учениками. Также их ожидало знакомство с телевидением. Ребята посетили телеканалы «Универ ТВ», «Эфир» и другие. В актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ впервые дал сольный концерт Владимир Федотов, заслуженный артист Российской Федерации. Он был преподавателем музыкального факультета Казанского федерального университета более пяти лет. В апреле этого года имя Владимира Федотова было внесено во Всемирную энциклопедию лучших аккордеонистов мира, изданную в Нью-Йорке. Студентка Елабужского института КФУ Эльмира Шарафуддинова вошла в число 15 студентов, удостойных стипендий Академии наук Республики Татарстан. Стипендия назначается самым активным студентом республиканских вузов, наиболее ярко проявившим себя в научной деятельности. На сегодняшний день Эльмира — лауреат именной стипендии Марины Цветаевой, староста студенческого научно-исследовательского кружка, творческая индивидуальность писателей XIX и XX веков, а также состоит в редакционной коллегии литературного альманаха «Университетский парнас». Артем Топичкин, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел международный конкурс студенческих научных работ в области искусства и художественного образования. Конкурс проводится уже в пятый раз. Подробности далее. В Казанском федеральном университете состоялся пятый международный конкурс студенческих научных работ в области искусства и художественного образования. В этом году он охватил достаточно широкую географию. У нас используются в том числе дистанционные технологии, онлайн секция предусмотрена, выход в прямую связь с Индией. Мы надеемся на оплодотворную дискуссионную работу, обсуждению актуальных проблем искусства и художественного образования. В конкурсе, который прошел в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, приняли участие студенты образовательных организаций среднего, профессионального и высшего образования. Это участники из Коста-Рики, Республики Молдова, а также студенты из российских вузов. Конкурс проводился по направлению музыкальное искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн и хореографическое искусство и театр. Я представляю работу особенностей мастер-классов для непрофессионалов. Уникальность моих мастер-классов по живописи состоит в том, что участвовать на них может непрофессионал, то есть человек, который абсолютно не знаком с живописью, не держал в руках кисточек, так скажем. То есть обучение происходит абсолютно с нуля. Все участники публично представляли свои научные работы в виде семиминутного доклада и отвечали на вопросы жюри. По итогам конкурса победители получили дипломы и памятные подарки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.